это реальность это полувысохшее кипарисовое озеро всем привет друзья мы находимся в суко в долине суко на кипарисовом озере и вы не представляете вот это вот все где бегут дети вот куда уже спустилась я раньше все стояло в воде то есть кипарисовое озеро было намного глубже то есть вода доходила чтобы понимали ну практически до тех ступенек то есть где бегут дети была вода ну во первых сегодня замечательная погода плюс 15 на солнце шапку брали когда возле моря ходили там действительно было ветрено а здесь вообще рай благодать красота просто невероятная красота мы с вами попробуем прогуляться сейчас вот как раз таки по берегу уже полу осушенному озеру и дойти до тех самых кипарисов про которые все говорят и не все их видели в общем наше путешествие начинается как раз таки от конца этого понтона и вы видите какая здесь интересная горная порода обнажилась под воды и очень много рыбы юра говорит здорово вот они сайте буйки стоят несмотря на то что сейчас времени летние все равно ним стоят показывают уровень воды вот вы видите да здесь вообще вот так вот скальная порода откалывалась такими получается хребтами юра говорит что очень сильно на 2 метра где-то может и больше упал уровень воды действительно прям не верится я ни разу не видела ведь вот эти вот все камушки тут никто не купался здесь не было сделано пляжа и поэтому мы сейчас идем по очень неровной такой каменистой поверхности это все скальная оборота никто этот камень сюда специально не завозил это действительно расколовшийся кусок горы там такая красота несмотря на то что сейчас получается февраль даже не весна а верхушки сосен кипарисов и можжевельников неописуемо зеленого красивого цвета и вот я уже вижу у нас на горизонте наконец-то стал появляться тот кусочек острова где у нас находятся кипарисы вот мне прям очень хочется туда пройти я вижу что там есть люди значит это возможно мы наконец-то впервые в жизни впервые своей жизни я там окажусь прямо непосредственной близости с этими красивыми деревьями у нас много кто совершает такой интересный теленкур по такой каменистой местности здесь вот кстати заметно камушки стали меньше то есть там мы прям по глыбам глыбам ходили если они все меньше 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 и здесь вот совсем такие маленькие маленькие уже камушки вот а вот опять возле моих возле захода в воду опять большие крупные волны но здесь вот меньше и меньше все очень много людей прогуливается дышит воздухом здесь вообще целебный климат потому что хвойные деревья вырабатывают эфирные масла которые благоприятно воздействуют на вообще организм человека и такие места можно назвать своеобразным бесплатным бальнеологическим курортом потому что здесь реально можно бесплатно оздоровиться так что хватит на годы вперед ну конечно хорошо приезжать хотя бы раз в год те кто приезжает чаще вообще счастливые люди ты со мной пойдешь да так смотри только не падай я думала папа за ручку возьмет вместе пойдете чтобы он так ну значит будем со мной быстро быстро конечно быстро у нас маленькие ноги в общем у нас такая семейная прогулка с нами еще бабушка которая вне камеры она так захотела остаться инкогнито да да сзади с нами идет не видишь догонит не тяжело по камням идти так смотри под ноги пожалуйста тебя все понравилось озеро нравится красивое озеро да вот там вот деревья стоят прямо в воде летом в воде сейчас конечно они походу не в воде стоят там такое длинное озеро обычно какая собачка интересная кипарисом к деревьям которые стоят посреди озера ну то есть обходим вот это озеро туда дальше вот то есть здесь вообще до той дамбы вода стояла представляете так вот здесь нам надо аккуратнее с тобой давай лучше чуть-чуть туда назад пойдем чтобы точно не упасть видите какие тут камни но раньше даже казалось чем-то нереальным пройти здесь не стояла вода то есть мы такой аккендик сделали чтобы обойти вот эту вот ложбилку а сейчас увидите как мы быстро с одной части озера перебираемся на другую ваша сегодня у нас камушки бросала в море даже камушки домой какие-то захватила да блинчики шоколадки да вот повезет домой потом и будет на них смотреть и вспоминать о море и будет скучать до панам и будет хотеть переехать снова и снова мой вот видишь какого цвета вода дашь да я же говорю что мы видим чтобы зеленое озеро ага когда далеко от воды голубая когда ближе подходишь зеленая знаете почему так происходит хочешь расскажу тебе очень интересную вещь то есть когда ты стоишь далеко от озера в нем отображаются облака облака у нас какого цвета ну нет почему уж и смотри а небо голубое тут ведь у нас тут оба пятюня а когда мы подходим ближе к воде то есть у нас деревья до отражаются а деревья у нас какого цвета вот теперь ты знаешь почему в одном случае зеленая вода в другом голубая сейчас деревьев мало стоит возле воды и кажется что она действительно прям голубая голубая а чуть сторону посмотришь и действительно зеленая вот такие вот прелести природы полная палитра красок у нас что там еловые деревья у нас с тобой сбоку они очень полезны для здоровья то есть когда рядом с ними гуляешь дышишь воздухом можжевельник вон вырабатывает хорошие вещества которые поддерживают да они убивают всякие гадости и микробы и ты становишься здоровым человечком и лишь у нас тут какие-то страшные камни в воде видео какой интересный булыжник там бревно юра подсказывает возможно кстати какой-то из кипарисов кстати у нас летом новый камушек докинула ничего себе ухты даже сейчас докинула до озера камушек в общем мы доходим почти до кипарисов оба еще один пойдем так очень много прямо людей действительно гуляет вообще прелесть красота да мы летом сюда приедем еще посмотреть как тут летом будет красиво купаться больше озере летом или лучше в море не хочешь здесь до купаться то ты боишься рыб что ли по даши думать что рыбки кусаются здесь есть пилинг рыбками кстати для тех кто будет здесь летом купаться если кинуть в это озеро небольшой кусочек булочки там батона покрошить то они прям голодненькие начинают маленькие вот эти рыбки которые делают пилинг прямо подплывать и щипать все что видит поэтому есть еще и бонус такой для тех кто любит пилинг бесплатно берите с собой крошки батона ну в общем то и приезжайте сюда а вот здесь вот начинается самое интересное видите вот такое пологое место здесь огромное просто огромное дело в том что это действительно все летом в воде причем в апреле в мае вода доходит до самого пика своего подъема то есть здесь прям даже кромки берега не остается где можно погулять и вот мы с вами видим что вон она бабушка догоняет нас пойдем и мы видим что здесь вообще нет воды то есть она настолько высохла есть вот по факту заканчивается вода в озере скорее всего а в воде же только у нас кипариса могут расти ой подожди дашь пойдем стоило только на секунду отпустить руку ребенка и дальше там просто ты можешь в грязь попасть и потом не выйти из грязи то есть это очень такая тянучая ну такое вот су глинок глина наверное все-таки с песком да у нас там чисто глина ил даже а здесь вот не ил здесь вот перемешку с глиной вот этот горный камушек ну что как тебе прогулка ох ты но она наверное не одна на самом-то деле я думаю что здесь родители где-то рядом ой какой воздух вкусный поэтому я и сказала вначале что в шапке было она не упадет потому что она уже взрослая надеюсь что она не упадет но внимательно под ноги смотреть нужно всегда можно пострадать поэтому поэтому мы идем за ручку держимся чтобы если падать то вдвоем или не падать во всех ваще а там про вообще высохла высохла да получается земля возле кипарисов ну конечно вот еще один пример того как прекрасная действительно красиво уникальное природное место можно убить всего лишь приехав на машине вот сюда можно например в летнее время приехать на джипах но джипы сразу скажу по воде не ездят мы не разрушаем природу в таком плане да здесь вот в мае в апреле поднимается к скалам то есть здесь вообще нету береговой линии вот где может спокойно походить только если где-то вот на верхушках выходите по горам и там уже соответственно доходите до воды ну вообще невероятно кто смотрел летние видео сюжеты про кипариса даже думаю наверное подсказочку вам оставлю на видео этом чтобы вы посмотрели и удивились разница кипариса в летом и вот в такое время года что-то очень не пойдем к деревьям поближе посмотрим их или это не хочешь давай мы выберем где дядя идет самое сухое место чтобы мы с тобой в грязь не попали вот кстати здесь предупреждение папа идет сзади залезать на ветки кипариса запрещено категорически что делают постоянно летом делали эти вот поставили ус мусорку наконец-то здесь может быть перестанут мусорить в общем вода доходит чтобы понимали да вон тех вот срубленных камышей спиленных срезанных и обычно там она еще стоит вот здесь все уже в воде то есть сюда уже прям реально люди плывут плывут и здесь достаточно глубоко если вода подходит к берегу как интересно да ух ты а вот здесь поднялся ты знаешь что летом здесь все в воде и мы никогда бы с тобой не смогли дойти до сюда пешком то есть только плыть пришлось бы где папа папа бери дашу вот что она упадет я пойду тем временем погляжу вау да я их обхожу вот просто именно ради этого я сюда и пришла то есть здесь вот смотрите какие корешки и бабушка идет ты видишь какой толщины дерево вот даже на секунду сравнить дашу дерево дерево в 5 6 7 раз толще чем даша если взять по периметру да ну и соответственно можно так вот походить посмотреть на эту красоту когда еще предоставится возможность по дойти до сюда пешком и не вплавь лишь какие корни большие у этих деревьев да старышка давай нашу нет идет за мной вот вообще такая красота это прям сказочный лес обязательно посмотрите как здесь красиво летом то что это невероятно вот кстати там вода опять зеленого цвета по-моему да дашь впереди опять зеленый а вот здесь вот сумма то а и бабушка дошла до и кипарисов с нами вот между тем сонетей да вы тут любое дерево больше нас с тобой мы такие маленькие на фоне этой красоты действительно огромные даже такая маленькая-маленькая тоже отсюда докажется что как будто она маленькая а вот представьте все эти деревья летом в воде стоят причем вода наверно доходит чтобы вас не обмануть ну то есть если я сейчас стою а я сюда уже не могу дойти пешком то есть она где-то вот по тот уровень вы поставите вот вот этот уровень да сколько вода заходит и здесь реально больше полутора метров сейчас нету пойдем еще прогуляемся посмотрим с той стороны на наши кипарисики да хоть это знала что таких озер всего два во всем мире вот одно у нас а другое на другом все полушарий находится вот одно у нас в анапе сука кипарис озеро второе в америке в колорадо в штате колорадо и там тоже но то там конечно но больше не буду скрывать то что она там действительно гигантская но вот эти два дерева два озера только вот на этих двух озерах такие кипарисы растут ух ты и папа там фотографирует вот это да да и бабушка к нам идет папу вот он папа сейчас из-за дерева выйдет он там он фотографирует ходит а куда хочешь веди меня куда хочешь главное чтобы мы с тобой в грязь не пошли видишь здесь вроде подсохла но все равно чуть-чуть сыроватая земля почва который мы идем то есть еще если постоит засушливая погода и ниоткуда не возьмется вода да мальчик вообще высоко высоко сидит на самой верхушке горы до в общем вот такой вот обзор кипарисов я думаю что если досмотрели до конца то вместе с нами порадовались вот у нас дальше уже капризничать начинает до кривляться ладно мы не будем кривляться мы пожелаем всем хорошего настроения приезжайте к нам летом сюда ну и пользуйтесь красотой главное чтобы не разрушать сохранять и мы вас ждем в общем если захотите сюда добраться не на своем транспорте а собственно посмотреть еще пять интересных точек анапы то ой подожди выкинь палочку то можете заказывать джиппинг тур вон пятичасовой как раз он заезжает сюда ездить на ласточки на гнезда посещает как раз таки ой тоже-то же камушек посещает русские колокола в общем начало катарский гор и еще соответственно можно попробовать вина домашнего это все входит в эту пятичасовую экскурсию в общем я вам расскажу обязательно когда здесь будет все зеленое про этот джиппинг тур вы посмотрите своими глазами сколько всего много можно успеть за пять часов за очень небольшую плату ну а с вами была светлана уникальное место кипарисовое озеро даша у нас забралась на самую верхушку пишите комментарии не забывайте ставить лайк и делитесь видео потому что я уверена что никто раньше не видел пока не тут вообще без воды очень все всем всем пока пока